Ну, так и некрасиво поступало. Но я как истинный друг, конечно же, оформила этот кредит на себя. Что, привет, как дела? Или я посмотрела твое видео, классно ты снимаешь? Он даже мои видео никогда не смотрел. Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Я вооружена, а значит, мы с вами будем кушать. Это мой любимый просто сет. Здесь все горячие роллы, особенно я люблю в Тэти. Сколько не ем роллы, не знаю название. Это вообще ужасно, конечно. Просто нереально вкусно. Такая дурацкая история произошла со мной сегодня. Я встала и решила тебе заказать роллы. Заказала, спросила, когда же будет доставка. Мне сказали, что в 2 часа дня. Я сказала, что так поздно. Мне объяснили, что у них очень много заказов, и они просто не успевают. Я сказала, окей, ну 2 так 2. Села, начала монтировать видео. Пока она загружалась на компьютер. Пошла, значит, купаться. Я, значит, лежу в ванной, такая вся в пене, и звонит мой телефон. Смотрю на время, время 20 минут 2. То есть, по идее, у меня еще и 40 минут. А обычно, как там бывают эти доставки? Они говорят, что в 2, потом привозят полтретьего и так далее. Ну, в общем. Беру трубку, а там курьер. Я говорю, что мне сказали, что привезут в 2. Он говорит, ну что мне делать? Я уже здесь. В какую сторону вам? А я никогда не прошу, чтобы мне привезли прям в квартиру, да? Я как бы плачу за доставку, получается, 2 моната лишних. И, по идее, мне должны привезти прям в квартиру. Но я всегда стесняюсь. Хотя я плачу за это. Потому что у нас не работает домофон. Мне как-то неудобно сказать курьеру, что постой там, подожди, пока кто-то пройдет. Дверь откроется и зайдешь. В этом случае то же самое. Я со скоростью света выхожу из ванной. Вся голова еще в пене. Быстренько ищу деньги. Из окон подлости никак не могу найти свой кошелек, чтобы заплатить. Вот, кстати, все эти роллы купила я за собственные деньги. То есть это никакой не обзор. Хотя это мой любимый суши-шоп в паку. Ну, в общем. Они большие. Это круто. Потом никак не могу найти ключи. Блин. Я думаю, что за позорище вообще. Хорошо, что бабушка была дома. Я взяла деньги у бабушки. А потом я ей отдам. И все равно, знаете, мне так неудобно бабушке деньги брать. Хотя даже если она не возьмет, я ей все равно отдам денежку, как только найду свой кошелек. Я уверена, что он где-то дома. Просто не могу его найти. Что касается денег, я всегда себя чувствую как-то некомфортно, когда я кому-то должна деньги. Даже если это очень близкий мне человек, я, если честно, не понимаю таких людей. Вот у меня подруга близкая отдала деньги в долг одной своей знакомой. И уже который месяц она ей не отдает. Раньше мы работали все вместе в строительной компании. Вот. И представляете, уже где-то 4-5 месяцев она взяла у нее деньги. Деньги ходят по ресторанам. не знаю, где мы только ее не видим в инстаграме. А деньги ей не отдает. Уже который месяц она ей говорит, что... А когда брала, сказала, что это следующая зарплата. Прошло уже полгода, а денег все нет. Честно, не понимаю настолько неответственных людей. То есть, ладно бы это еще твоя подруга была, а вы даже не дружите. То есть, вы просто коллеги когда-то были и так далее. Моя подруга просто очень культурный человек, очень сдержанный. Она ждет, пока она сама отдаст. Вообще, у меня друзья очень хорошие. Люди, которые к друг другу относятся чисто, знаете, так потребительски, такие люди быть моими друзьями просто в априори не могут. У меня в универе такая девочка одна была. Мы с ней очень тесно общались, то есть, у нас были замечательные отношения. В какой-то момент я начала замечать, что мы с ней болтаем только о ее проблемах. Но у меня вроде таких, знаете, особо проблем не было, все замечательно было. Я готова была ее поддержать всегда. Мы, например, в универе учимся, проходят университетские эти месяца и начинается лето. И вот лето, три месяца мы с ней вообще не общаемся. Я ей пишу привет, как дела? Она каждый раз мне отвечает вот, замоталась, никак не могла вспомнить столько дел, ой, столько всего происходит в моей жизни и так далее. Но я каждое лето я сама ей всегда писала, звонила, искала ее. Я считала, что это нормально. Потом там делала курсовые и так далее, я ей помогала. Опять же, там у нее свои проблемы были. Но потом я работала в магазине техники, она хотела в кредит взять телефон для мамы. Но у нее были немножко финансовые трудности, она хотела этот телефон взять в кредит, а ей кредит не давали. Но я как истинный друг, конечно же, оформила этот кредит на себя, помогла ей в кое-каких моментах. И вот вы не поверите, она взяла кредит, прошел ровно месяц, и она мне не звонит, не пишет, не предлагает встретиться и так далее. Знаете, я понимаю, что у человека финансовые трудности не обязательно, когда видится, например, идти в какой-то дорогущий ресторан, можно просто в парке посидеть, поболтать, да просто увидеть друг друга, просто в WhatsApp написать, как у тебя дела, что нового. Для этого ведь деньги не нужны. И ровно месяц она не пишет, не звонит. Через месяц она мне написала привет, как дела? И второе ее предложение было, слушай, я не успеваю, ты можешь заплатить за мой кредит. Так как до этого я уже сталкивалась с такими проблемами, и вообще в этом месяце у меня реально были свои какие-то дела, еще плюс я не была уверена в ней, что насколько она искренне со мной дружит, поэтому я платить за кредит не стала. Я сказала, знаешь, у меня тоже не получается. Потом проходит опять ровно месяц, и этот человек опять меня не ищет, не звонит, ничего. Я опять же жду, пока она напишет, и я знаю число, когда нужно будет платить за кредит, и я просто была уверена, что она мне опять напишет в тот день, когда придет время платить за кредит. Но если один раз человек тебе отказал, мне кажется, второй раз опять говорить заплатить за мой кредит, это как-то не очень культурно второй раз она сразу не стала про кредит писать написал привет как дела потом сам вот как никак не получается у меня с тобой встретиться нужно как-то один день выделить на это давно тебя не видела соскучилась я говорю да я тоже соскучилась вот где-то буквально через 4 5 предложений она мне говорит что а у меня вот 2 числа нужно было за кредит платить я его не заплатила там проценты капают ты бы не могла за меня его заплатить и когда зарплату получу отдам не знаете не жалко денег просто неприятно что человек тебя ищет только тогда когда ему что-то те нужно и вот после этого я поняла что я с ней больше общаться никогда не буду я сказал нет у меня не получается и потом после этого сама тоже писать не стала потому что в течение месяца я и пишу она как-то холодно отвечает мне а с охотой сама пишет только когда есть что-то нужно это на самом деле меня очень обижает потом проходит еще два месяца на удивление на следующий месяц она мне звонить и говорит что заплатить за мой кредит не стала опять же мы с ней не встретились за этот период через два месяца потом она мне пишет привет как цела не думаю наконец-то решила просто общаться там чуть-чуть попереписывались и она тогда говорит я создала горит у страничку с бижутерии ты же вроде блогер ты бы не могла ее пропиарить то есть опять человек пишет по какому-то поводу не просто спросить как у тебя дела что нового поделиться не знаю своими какими-то проблемами и мне так неприятно стало то есть а можно сказать три года терпела а в тот день я решила ей все высказать я и сказала что мне неприятно что ты ищешь меня только тогда когда тебе что-то нужно от меня я и сказал когда ты мне последний раз писала ты мне писал два месяца назад заплати за мой кредит а до этого ты мне писала еще три месяца назад когда опять заплати за кредит когда мы в универе с тобой общались мы общались только во время учебы то есть я разложила это все по полочкам я и аргументировала вы мне напишите да ты сама дура что не замечаешь такие вещи на самом деле я почему всегда уступала потому что она была замужем у нее был ребенок я понимал что она что-то не успевает и так далее но потом я начала чувствовать что человек конкретно мной пользуется какого-то искреннего отношения ко мне нету вот когда я это почувствовал я уже решила с ней не общаться после этого уже прошел наверное где-то год мы с ней не общаемся она слава богу платит за кредит хоть немножко с опозданиями так далее но платит я боялась что нам все за кредит не будет платить это останется на моей шее поэтому когда вы с кем-то дружите общаетесь нужно выбирать хороших людей вот например я знаю что никогда в жизни с фатюме таких проблем не будет или например шеле когда люди не оправдывают ваших ожиданий всегда все люди обвиняют тех людей которые вас предали а это неправильно нужно обвинять себя что ты не настолько разборчиво что допустила к себе такого человека такое часто бывает не все же люди такие белые пушистые вообще мне всегда напрягает когда у девочки вообще нет подруг вот с моей одногруппницей было то же самое у нее вообще не было подруг наверное поэтому как раз таки не было подруг что она так и некрасиво поступало я считаю что в дружбе должно быть все взаимно то есть ты делаешь что-то хорошее тебе делают что-то хорошее а когда человек тебя даже не ищет денежные проблемы какие-то моменты это я конечно все понимаю но написать одно смс к ватсапе что привет как дела или я посмотрел твое видео классно ты снимаешь он даже мои видео никогда не смотрел хотя только начинала и я естественно очень нуждалась поддержки ну вот чтобы кто-то там не на комментарии какой-то хороший написал сейчас это уже на не нужно но в тот момент для меня было это очень важная знаете на что делала скидку у нее ребенок у нее семья ей некогда смотреть видео может быть и не интересен мой контент зачем заставлять человека и так далее по мне если дружить искренне и с теми людьми которые достойны этого у нас фатина прям может быть знаете какой спор например я говорю что я заплачу в ресторане на газ нет в прошлый раз ты платил на как нет в этот раз я то есть никогда у нас фате никогда не было вопросов денежных хотя мы очень часто с ней куда-то идем даже шоппинг у нас вместе там например вот недавно я в нью-йоркере тоже пару футболок себе купил и она себе купила она взяла мои футболки тоже пробила я говорю ладно я лимитарно покупаю платье мы с ней купили одинаковое платье даже не задумываясь о том что она мне отдаст эти деньги а платье дорогое например да у нас с фате никогда денежных вопросов не было никогда это очень круто я считаю что так и должно быть тем временем роллы нереально вкусные ну прям вообще нечто прям все смела имбирь кстати я сегодня снимаю для вас влог очень надеюсь что он вам понравится конечно роллы я снимать не стала туда потому что я не знаю когда именно вы выйдут роллы когда выйдут выйдет влог что выйдет раньше что выйдет позже сегодня 26 число я думаю что это видео выйдет первого первого ноября последний последний смесь как ловко я начала их брать раньше для меня это было очень трудно но сейчас я просто стала профессионалом 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 делает вот так и раньше когда я кушала этот сет мне казалось так много роллов а сейчас я поел я даже не наелась я сейчас но я бы еще штук 5-6 слопала но закончилась печалька обязательно подписывайтесь на мой инстаграм ссылками по боксе подписывайтесь на мой канал ставьте колокольчик кстати когда у вас стоит колокольчик и вы первым смотрите мое видео то вы смотрите это видео без рекламы круто да поэтому все ставим колокольчик чтобы избежать рекламу а муа а